Добрый день, уважаемые подписчики канала Бадук1. Я Андрей Кровец. Первый профессиональный дандом. Буду играть партию. Сейчас на восьмом дане сервера Фокс. И потом буду комментировать то, что я наиграл. Я играю белыми здесь. Обычно белыми можно играть два хвоща. Я не знаю, я могу сыграть что-то и поинтересней. Я попробую поиграть как-то нестандартно. Например, я сыграю первым ходом какари. Поиграю с пустым углом. Он мне не дает, он сразу забирает. И сейчас... Сейчас я сыграю какари в другой угол. Это... включу координаты. Обычно так играть, наверное, не стоит. Потому что... Ну, я в принципе разрушаю Симари, но вот этот камень, он стоит на стороне, где я ничего не смогу строить. То есть он как бы одинокий воин. Но это небольшая проблема, я думаю. Это по сути проблема, почему в принципе 5-3 не очень хороший ход. Сейчас я... У меня есть идея сыграть здесь. Вот, например, в N3. Возможно, я отыграю какой-то Джосеки здесь. Потому что, например, если я сыграю N3, он... Ну, обычно в таких позициях люди предпочитают сыграть Косу, Митсуке, чтобы я вытянулся, они заберут угол. И у меня как бы будет форма с распространением через два. Но вот эта форма, она не вселяет никакой уверенности. Ну, в принципе, наверное, можно так играть. Потому что у меня будет миаи... Вот эта форма, она имеет миаи между ходом в G3 и ходом в C3. То есть можно считать, что она более-менее стабильна. Ну, наверное, заберу угол. Раз уж так. Здесь я не думал, что он сыграет как Ари, потому что... Это как бы... Вот это все Джосеки, что он играет, оно рассчитано на то, что вы будете строить мешок. А после того, как у меня уже есть... Я уже надавил на этот камень, на камень, ну, на камень Камоку, то уже здесь мешок, в принципе, строить очень тяжело. Поэтому этот выбор выглядит довольно странно. Вот здесь я не знаю. Тут есть два хода. То есть есть R6 и Q6. Q6 это старый Джосеки, R6 это новый ход, который предлагает иногда Лила. То есть надо подумать, что в данном случае лучше. Насколько важно будет вот для меня потом... Вот если я сыграю Q6, здесь есть больше всяких нюансов. Например, вот очень больно будет, если он сыграет Q8 потом, и здесь будет как бы дырка, форма будет очень неприятная. Также здесь есть куча Q-угроз. Плюс всегда можно... Для черных всегда можно надавить. Плюсом вот этого хода есть то, что я тоже могу надавить на вот это и построить вот эту сторону. Но она не выглядит такой уж большой, поэтому, наверное, я просто сыграю Q8 в этот раз. На его месте я бы сейчас торгался в Сан-Сан. Сан-Сан — это единственный такой большой ход, который остался. Можно попробовать атаковать вот эту группу. Но тут миаи, как бы, и я буду чувствовать себя достаточно... Ну, не то чтобы... На самом деле, слегка неприятно, если черный сыграет с С3, потому что мне придется распространяться как бы через один. Это не очень приятно, но... Ну, я как бы думаю, учитывая то, что эта группа в сфере влияния черных, это, в принципе, терпимо. Также можно, в принципе, сыграть здесь, что-то в районе N16. Но я думаю, вторжений в угол сейчас даже больше. Вот этого хода я, в принципе, не ожидал. Он выглядит странно, потому что, когда вы играете вот обычно... не знаю, какой-то хасами, то этот ход должен что-то строить или что-то делать вообще. Здесь вот это абсолютно неинтересная зона для черных. Да и для белых, на самом деле, после кейма она становится не очень интересной, потому что камень низко, и очень тяжело что-то здесь строить. Поэтому лучше было бы забрать нижнюю сторону для него. Но в любом случае, я буду играть как-то так. Это, в принципе, стандартно. Я не думаю, что... Ну, то есть он резать, по идее, здесь не хочет. Я так думаю. Но здесь резать нет смысла вообще. То есть ему надо... Ему надо было бы ответить. Но он хочет резать. Ладно. Почему здесь нет смысла резать? Потому что, если резать такую группу, я получаю нижнюю сторону. А нижняя сторона — это как раз то, что я хочу в данной позиции. Ну, это, в принципе, сейчас будет джисеки, в котором я буду забирать нижнюю сторону. И это, в принципе, хороший результат за белых в данной позиции. Здесь важно иметь сич, но у меня вроде бы оно есть. Там вроде все сичи идут в ту сторону. Да, там все сичи идут сейчас за белых, поэтому не стоит волноваться. Ну, то есть в данном случае ему надо будет надавить несколько раз и потом там выжать в углу, например. Но вот это все, вот эти надавливания, так я как бы буду больше и больше строить территории в нижнем углу. Поэтому это такой себе план. Так, здесь надо подумать, как лучше. Я не могу отдавать вот эти три камня никак, потому что это очень важные камни. Если их отдам, то позиция будет уже не очень хорошей. Скорее всего, я просто сыграю что-то в районе вот... пасти тигра, просто закроюсь. Да, как-то так. Он, наверное, походит сюда, и я сыграю Косоми. В принципе, если мы будем бежать, он будет бежать вот этими камнями, а я буду бежать вот этой своей группой, это меня должно устроить. Главное, чтобы он не закрыл вот сейчас. Ну, то есть, если он закроет, например, и я спокойно выживу, это меня устроит. Но если он как-то закроет, и мне там получится какое-то кое, это будет не очень приятно. Плюс к тому, я хочу, чтобы он вставил обмен M15, L16. Это важно, потому что моя группа, она... Ну, то есть, это разрезание здесь еще осталось. Вот это Atari и разрезание. И когда он это вставит, то после этого разрезания я заберу камень сейчас снизу. Я, кстати, очень редко в последнее время играю в высокой какари. Не знаю, почему. Сейчас, когда играешь в высокой какари, обычно сразу все ныряют под камень. Просто хотел сказать, потому что здесь было два низких какари с двух сторон. Вот, так сейчас с высоким какари, обычно, вот если ты играешь в высокой какари, сразу кто-то просто ныряет под камень. И так как компьютер считает, что это уже, в принципе, локально хорошо, если ты имеешь комоку и ныряешь под камень, как-то люди перестали почти играть в высокой какари, только если вот позиция импонирует к нему. Вот так просто люди обычно не играют. Такое чувство, что я этим ходом его поставил в ступор. Но здесь не то, чтобы очень простая позиция, но тоже не очень-то и тяжелая. Средней тяжести, скажем. Вот этот вот ход выглядит страшно. Может, не настолько страшно, как кажется. Нет, не настолько страшно, просто чуть-чуть страшновато. Вообще, можно бороться с любым ходом. Я не думаю, что здесь есть какой-то вариант, чтобы убить белую группу, поэтому даже не знаю. На месте черных я бы тоже не знал, что здесь делать, поэтому я его слегка понимаю. Например, если он просто... Вот сейчас вот реально у меня... Обычно, когда вот такая позиция, и кто-то играет вплотную, хочется вытянуться вверх. Если я вытянусь вверх, следующий ход у меня будет Касуми. Это очень плохая форма, в принципе, за белых, потому что здесь вот есть Ханы, и у меня вот сразу появляется точка разрезания. Но в данном случае я просто убегаю, и я могу пожертвовать там какой-то формы в какой-то момент. Потому что если белые вот смогут в данной позиции построить базу в двух групп, это будет локально намного лучше за белых. Это в же секе. Потому что черные, по сути, получили маленький угол. Здесь, кстати, можно посчитать, сколько очков. Потому что, скорее всего, это... Ну, тут на самом деле еще может быть какое-то ко. или, например, что-то в районе О19 будет цент из-за меня. Но если, допустим, я просто отыграю вот Йос на первой линии, здесь будет всего 5, 6, 7, 8 очков. То есть получил угол 8 очков. Ну вот, я вот этот ход, это, в принципе, наверное, максимум, что можно сделать здесь. Что я могу делать? Тут мне, наверное, надо проткнуться. Иначе дырка тут все еще остается. Поэтому, скорее всего, я проткнусь. А дальше я просто вытянусь. Таким образом, ну, тут, скорее всего, надо вытягиваться. А потом я играю Ханы снизу. Вот это, собственно говоря, план, которым я буду следовать. Как-то так. то есть для меня главное сейчас не умереть ни одной из групп. Это важно. Все остальное не настолько важно. если бы я порезал. Это тоже, в принципе, как бы опция, но я думаю, что он бы прыгнул в район К-15. Это очень похоже на сенту, на сенту нижней группы. Я бы ответил, и тогда он бы сыграл Атари и бы вытянулся. И вот тогда были бы большие проблемы. Возможно, я порежу, вот если он сыграет Ханы. не уверен еще. Потому что это тоже выглядит очень опасно. Опять же, из-за того, что это сенте, и вполне возможно умереть на той стороне. А вот что, что, ну, умереть сейчас мне точно не надо. На самом деле, вся вот эта позиция, вот я говорю, что плохой выбор был здесь, он там, может, выбрал не самые лучшие джесеки, где он начал строить мешок. Но еще не было каких-то определяющих ошибок, поэтому я бы не сказал, что тут белые лидируют или черные. То есть, были какие-то неточности, и реально еще не, ну, вот эти все маленькие ошибки не очень-то влияют на результат. То есть, их надо несколько, вот подряд, и тогда, возможно, будет что-то. И то, даже в такой партии, если ты лидируешь, например, 10 очков, даже сейчас, то есть, у тебя что-то лучшее, но учитывая то, насколько тяжелая борьба, это может не иметь никакого значения. Это странный ход. Почему он странный? Потому что обычно играют где-то в район на точечку, вот сюда. таким образом, они не дают мне возможности построить базу снизу, вот так. А так я просто отвечаю, как бы, группа почти жива. Если я добавлю ход здесь, она будет точно жива, там будет два глаза. Таким образом, и плюс, тут все равно есть дырка. Ну, то есть, я могу просто вот так очень нагло порезать, наверное. Может, не могу, здесь есть нюансы с доме. Ну, как-то надо смотреть. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Хочу... То есть, здесь я хочу или продлиться, или сыграть кейму. Я не могу прыгать, потому что у меня проблемы с формой здесь. Если я продлюсь, он, скорее всего, тоже продлится. Но вряд ли он будет резать, поэтому он продлится, и я потом могу сыграть вот этот ход, например. Я просто не знаю. Наверное, все-таки кейма здесь проще, и не будет никаких вообще вопросов. Выглядит как бы... Выглядит проще, без всяких проблем. Здесь также есть некие вот нюансы, на самом деле. То есть, тут не все так просто. Он может попробовать сыграть сюда. Я вот сыграю Хана, и он, например, сыграет с другой стороны. Ух ты! Это слегка грубовато. Я могу просто закрыться. То есть, наверное, я так и сделаю, потому что почему нет? Я не вижу никаких проблем в этом. Конечно, закроюсь я один раз. То есть, здесь я просто играю Атари и играю в другом месте. Я еще не придумал, где, но где-то в другом месте я буду играть. Может быть, даже здесь, или просто вот прыгну здесь. Вот, кстати, вот здесь прыжок выглядит очень хорошо. Потому что, вот если он здесь сыграет, я буду чувствовать некий дискомфорт. Вот эта группа, она не выглядит настолько вот убедительно. А если я сыграю еще один ход здесь, это уже будет похоже все на территорию. А с мешком я что-то потом придумаю. Он, конечно, может игнорировать это, но это уже много, если я собью, потому что здесь появляются какие-то ко, что-то непонятное. Он может, конечно, жить, но здесь вместо восьминечков будет уже ноль, скорее всего. Или два. Ну, или мы будем играть ко. То есть, вот какой-то там ко за группу. То я буду очень доволен. вообще вот этот мешок, он выглядит страшным, но на самом деле его очень тяжело закрыть. У меня, конечно, есть слабая группа, что не очень приятно, но с другой стороны это все. все остальное вполне нормально. Наверное, я закрыл здесь. Я это сделаю специально, чтобы потом иметь возможность порезать вот тут. Ну, или где-то, я не знаю, где получится. Может быть, я могу порезать с самого начала. Кстати, да, это тоже хороший вариант. Выглядит очень достойно. Давайте просто порежу. Здесь ведь ничего нет. Здесь просто он может забрать камень, и я закроюсь. И все. Еще в чем плюс вот этого обмена, что я сделал? Я могу вытащить камень. То есть, в какой-то момент, например, он сделает этот обмен, вот этот, и я смогу вытащить камень, и группа будет живая. Вот это плюс. Ну, такой действительно хороший плюс, потому что потом это может быть важно. Поэтому я и делал этот обмен. Без вот этого обмена этой возможности бы не было. Да и он мог бы убить эти камни. Это тоже, в принципе, проблема. если я смогу здесь порезать, и, например, вот здесь у меня будет два камня, которые будут бежать, и у него будет два камня, которые будут бежать, то ему будет очень тяжело построить центр. возможно мне сейчас надо закрыться. я просто думаю, как. То есть, мне точно надо закрыться, просто я думаю, как. Здесь есть несколько нюансов. Например, я могу просто закрыться вот так. Хватит ли мне этого? Могу как-то играть супер агрессивно, что-то в районе вот этого хода. это тоже опция. Но здесь реально нет резона так играть, потому что доме может быть важно в каком-то моменте, если, например, я сыграю оттари, потом оттари и заберу два камня. Но два камня здесь вообще никогда не надо будет. Поэтому я, скорее всего, просто построю форму как-то так. Чтобы эта группа была просто живой. Это важно. Сейчас я бы, вот если бы я играл за черных, скорее всего, я бы играл сюда, в К12 и вот продолжал как-то. Проблема не в том, что я вот именно хотел бы построить вот этот мешок. А проблема именно в том, сейчас, что если он походит какой-то другой ход, ход К12 будет за меня с энте из-за проблем с формой. Ну, то есть, он может сыграть ханы, но он получит, например, какой-то вот ход в районе Ж11, и он будет вытянутся и построить пасть тигра. Это очень хорошая форма. Поэтому он, скорее всего, вытянутся. И так же само будет даже следующим, потому что, ну, это вот этот обмен очень важен. Я могу даже сыграть просто Кейму и бежать вот просто в его мешок. И тем же самым, ну, то есть, да, он тоже это понимает и он играет вот так вот. Ну, ну, в принципе. В принципе, если я заберу нижнюю сторону, меня это тоже вполне устроит. Поэтому я не буду тут ничего выдумывать сверхъестественного, просто буду вот играть. Он может сыграть Касуми, я построю пасть и игра. Ну, и тоже буду, как бы, ближе к тому, чтобы разрушить центр. В данном случае я просто забираю нижнюю сторону. ну, то есть, если я забираю нижнюю сторону, вот эта вся комбинация намного лучше, если бы я просто прыгнул H17, что я планировал с самого начала, поэтому здесь я должен быть доволен. Ну, я вот смотрю оценку счета. Она мне говорит, что я выиграю плюс 30, но в реальности он здесь может еще что-то настроить. Угол у меня свободен. Здесь он, в принципе, забрал очки, поэтому это очень очень приблизительный анализ и он толком ничего не говорит. вообще игра выглядит интересной, потому что, ну, мешок еще надо будет как-то потушить, и я реально тоже еще не знаю даже как. Посмотрим, что будет дальше. очень желательно было бы для меня походить в районе, не знаю, в 8, наверное. как-то вот сыграть на той стороне, чтобы вот как-то лимитировать этот мешок. Это было бы очень кстати. просто что-то в районе Q8, скорее всего, за него ассента, и поэтому желательно было бы сыграть там первым. кстати, длинная у нас получается здесь игра, вот мы уже играем 25 минут, а на самом деле сыграли только 68 ходов. Даже соперник настроен серьезно. Так. Вот это ход, я бы сказал, интересный. Вот такие хода очень часто предлагает Лила играть. но я здесь не вижу резона блокировать с этой стороны. Почему? Потому что я просто построю плотность в эту сторону на очень интересную сторону. Резона реально мало. Если я заберу угол, он как бы построит базу здесь. Но это меня на самом деле не очень-то и пугает, потому что эта группа живая, это очень-очень тоже сильная форма, поэтому я думаю это вполне нормально будет, если я просто закрою угол сейчас. Что выбивает противника? Ну, ладно. Надеемся, он еще покажет свое до того момента, как у него закончится время или что там у него должно закончиться, не знаю. Так, сейчас я тут думаю, как лучше, вообще, как лучше здесь играть, потому что выглядит это все очень опасно за черных на самом деле. я могу попробовать даже убить эту группу, потому что реально я ее уже заблокировал, и я не вижу никаких вариантов, как он может очень легко обойти вот эту, например, блокировку и построить два лаза спокойно. Это не выглядит такой простой задачей. особенно сейчас я могу, например, пожертвовать какие-то два камня здесь, если мне вдруг понадобится. То есть если он просто закроется, то вполне нормальный вариант. Я сыграю Касуми, и когда я сыграю Касуми, выглядит все станет намного хуже за черных. Потому что я выживу вот этой группой нижней, а у него группа неживая. И реально соединиться никак нельзя. Что еще он может сыграть? Он может сыграть здесь, что-то в районе L18. Это более интересно. Тут дальше будут какие-то тяжелые варианты, на самом деле. Не просто все. Если я блокирую, он скорее всего выживет. То есть он выживет как-то там. он точно выживет. Если я заблокирую, он выживет. Но если я сыграю Ханы например с этой стороны и закроюсь, тогда локально группа не живая. Но есть некие нюансы, что он может бежать с этой стороны и вот что-то получится. поэтому тут не так все просто. Я думаю, может мне стоит все-таки закрыться или не стоит. Сложный вопрос. Да, группа здесь точно живая. Вот если он ходит сюда, я закрываюсь, он просто ходит в C18, я блокирую и он опускается вниз. Это живая форма. Там даже если я что-то попробую, скорее всего будет какая-то машинка с двумя доме и это будет секи. Это максимум, что я вижу там. х ну, он так серьезно задумался. вообще если он сыграет l18 и я начну его убивать это выглядит очень рискованно потому что у меня тоже группа не живая и вполне возможны всякие нюансы да она абсолютно не живая ну так в теории если я получу обмен вот если он походит следующий выход будет j18 мне чтобы убить группу надо блокировать дальше ему чтобы дальше продолжать что-то резонное ему надо играть в район просто над соединками это будет 11 и мне надо отыграть этот обмен и дальше у меня группа будет по идее живая по идее может быть и нет да скорее всего даже возможно что и не будет нет не будет живая группа то есть в принципе скорее всего мне придется даже блокировать или не блокировать просто забрать вот развязающие камни здесь как их забрать ну я могу просто на самом деле блокировать да я наверно просто заблокирует таким образом это будет бы с его вариант скажем так могу ли я вообще что-то сделать этой группе ну да тут не поспоришь в теории если я похожу сюда я не знаю точно что будет но может быть я что-то получу с этого посмотрим ну и ему надо что-то делать то есть это по любому потому что может сыграть на самом деле как-то так и это будет какой-то там ко тоже вариант ничего за него если он сыграет здесь если он сыграет вот так это уже интересно вот сейчас я думаю есть хороший шанс его убить ну не то чтобы убить я думаю здесь будет ко но даже ко в такой позиции это выглядит очень хорошо ну просто если я еще и смогу убить эту группу это будет просто вот замечательно лучше не придумаешь поэтому надеяться на то что ты сможешь убить такую группу это конечно может быть даже перебор но я думаю здесь мне надо ходить как то так нет 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 Продолжение следует... Как не смотрю, получается вот ко и не знаю даже. Поэтому я даже не буду стараться что-то сделать. Я просто буду играть самый простой ко-вариант. И не буду даже стараться. Потому что я вот так считаю, считаю, что я не смотрю, получается... Какое-то очень тяжелое ко, где еще и теряю очки. Что мне незачем вообще делать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ну, здесь никакого разрезания нет. Я на вот этот ход просто вытянусь вверх. Даже если он попробует... Он будет что-то вставлять, и в конце концов я потеряю, например, два камня здесь. Ну, там, конечно, не будет ко. Но с другой стороны это не так страшно. Потому что он будет делать плохие обмены на стороне, и это может стоить даже больше, чем сама коварьба этой группы. Ну, собственно, сейчас я точно буду вытягиваться. Потому что если я играю сюда... Он сможет выжить. Что не очень хорошо. Ну, не то чтобы это очень плохо. Ну, зачем ему давать возможность просто решить проблему, которая вот получилась. Поэтому в этом я не вижу никакого резона. Только бы он не убил меня после вот какого-то такого-то хода. Ну, по идее, я живу. Поэтому... Ну, я его даже убиваю. Пока я убиваю этот разрезающий камень, все хорошо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, допустим. Сейчас это стало слегка опаснее за него. Потому что после этого Atari... Здесь как бы... Не так-то просто. Если я выиграю, например, он сейчас поставит ком. Мы начнем его играть. И... Это будет что-то в районе... Ну, он будет жить. Но если, например, он заберет два камня, у него может остаться только один глаз. А это может быть важно. Ну, если он отдаст вот сейчас. Например... Я даже не знаю. Это уже выглядит странно. То, что он сыграл. Ну, посмотрим. Например, сейчас я с удовольствием могу отдать вот эти два камня. Он ведь даже не будет... Он даже не выживет, потому что я могу, например, забрать камень здесь. Ну, вот. Например, сейчас. Я не могу играть ничего, кроме того, чтобы сбить камень. И я с удовольствием отдам вот эти два камня. Потому что... Ну, как-то так. Мне надо играть здесь от Арии, я так понимаю. Почему нет? Эта вся группа, она пока что не живет. То есть, если я отдам один камень, реально... Ну, если он сейчас собьет вот эти камни, реально ничего не поменяется. Поэтому... Я пока не вижу резона за него так играть, но... Посмотрим. Ну, то есть, все равно придется играть атако. Как ни крути. Или не придется. Сейчас посмотрим. Он может попробовать порезать, но я не вижу там ничего плохого за меня. Посмотрим. Ну, здесь как бы нужно забрать. Теперь вот интересный момент. Насколько он интересный. Если я похожу сюда. А я, скорее всего, туда похожу. Насколько живая моя группа. Так. У меня есть пять минут. Сейчас это как раз самый важный момент. Потому что здесь, если я убью группу, тут, собственно, конец игры. Ну, пока... Пока себе. Опасно это все. Опасная затея. Если я хожу сюда... Он ходит сюда, скорее всего. Короче, мне придется отдать вот этих два камня. Я так понимаю. Я не вижу другого варианта. То есть, я хожу сюда. Он будет по-любому ходить сюда. И я по-любому вот буду блокировать. А вот что будет дальше? Ну, по сути, да. Мне придется отдать два камня. Ну, иначе просто никак. Или... И там какой-то коп получается. Очень-очень все мутно. Мне придется отдать два камня. Неприятно, конечно. Но... Вот этих два. Ну, главное выжить. Сейчас я убил очень много. То есть, здесь уже... Плюс 50. Ну, может быть, не плюс 50. Но действительно очень много. И поэтому... Ну, мне реально надо просто... Выжить всем сейчас. Даже если он запрет два камня, не умреть где-то здесь. А здесь, кстати, еще не так все просто. Вот, например, здесь есть какой-то ход такой. Но, скорее всего, даже не знаю. Я могу даже корк отдать угол. Конечно, я не хочу этого делать. Но... Посмотрим. Вообще, эта группа очень большая. Но просто он заберет вот эти два камня. И после того, как он их заберет, у него вот эта вся группа, вот, она станет супер плотностью без никаких либо... Я не получу никаких центов ходов. Еще один ход сюда, может быть. Но я не вижу, как мне жить после такого хода. Может быть, я что-то упускаю. Выглядит опасно. Я не хочу вот реально... Все вот эти хода. Может быть, такой ход. Но таким ходом я не думал. А он может работать. Да, он и вправду может работать. Это интересный ход. Не подумал о нем. Здесь как-то получается очень много счета, да. Но, наверное, все равно мне придется играть вот так. Выглядит... Выглядит живой эта группа. Иногда вот... Если я просто не отдам эти два камня, то здесь точно ничего нет. Потому что я смогу выбежать в центр, смогу атаковать потом вот эту группу. И я как бы не переживаю за это. Поэтому эти два камня, они достаточно большие. Это было там, Судзи. Вообще, вот эта форма, она стоит здесь всю игру. А в реальности никакой пользы от нее и нет. То есть, она просто там стоит. Чтоб я бы сыграл другой джосек, она бы там стояла. Если он, например, сейчас задумает сдаться. Вот это опасно уже. Наверное. Не знаю. Я пока не вижу ничего плохого. Может, я что-то упускаю. Вроде бы жив. То есть, если он походит сюда, мне только надо ходить не сюда, а любой другой ход меня устроит. Например, вот сюда, я думаю, походить. Да, он походил, это логично. Вот этот ход вроде бы работает отлично. С виду два глаза есть. Да. Получилось легко победить. Да, я вот говорю про эту форму, потому что я вот думал, что я сыграю что-то уникальное, а в конце концов, это просто какой-то джосеки в углу. Так. Сейчас попробуем посмотреть эту игру. Здесь, на самом деле, в этой игре ничего сверхинтересного не было. Обычно, вот в таких позициях, я вот рассчитывал на что-то такое. Ну и грубо говоря, тут черные могут подумать между вот ходом в G3 или в I5. Ну, если он сюда походит, наверное, похожу я сюда, чтобы имелось возможность соединиться. Ну, это более... Мне это больше нравится за черных, потому что в черных два угла. и... Ну, то есть, тут, возможно, сейчас атаковать вот эти группы нельзя, но очков достаточно много, поэтому, мне кажется, так черные могут спокойно играть. Ну, а вот этот вариант мне не очень нравится, потому что черные сыграли вот ход I3. Он не выглядит таким уж опасным для этой группы, и он... Это выглядит очень медленно в самом начале, поэтому я думаю сейчас, ну, как бы, не то чтобы это очень принципиально, но, возможно, тот вариант был бы лучше за черных. Вот этот ход точно нет. Это просто ошибка в направлении. Я бы играл что-то такое, и даже после этого хода я вот думаю не играть на верхней стороне, я бы думал играть здесь, и потом уже, возможно, что-то такое. Ну, то есть, это вот этот ход наверное самый большой, это второй по величине, и потом вот уже третий по величине. То есть, как-то так. Вот этот ход его, он сразу начал с третьего, поэтому плюс. Здесь я думал, что тоже, что нельзя резать, надо играть вот аналогично Джесеке что-то вот этому. Но здесь бы я уже скорее доиграл, потому что мне важно построить здесь хорошую форму, например, и потом атаковать вот этот камень, бежать в центр и разрушать мою. И я бы был доволен, но просто я не вижу резона здесь тоже резать особо. Возможно, у него был резон здесь порезать и получить плотность и вот как-то закрывать мешок. Это, в принципе, похоже на план. Просто, что мне сам план не нравится, но можно считать, что это похоже на план. Джесеке тут, в принципе, есть и другие варианты. Можно было как-то так попробовать. Я не знаю, как-то так, а потом вот что-то тут надо закрыться и потом пробовать как-то. даже не знаю. Блокировать нельзя, но вообще не знаю. Так, если играть тоже, наверное, нехорошо. Сложно сказать. Что можно подумать? В принципе, наверное, его вариант имеет просто... Он может существовать, я бы сказал, но просто вот после вот этого хода, скорее всего, ему надо играть вот сейчас. Ему надо играть сюда. Как-то так. И тогда это похоже на какой-то Джесеке, потому что здесь форма очень плохая. То есть, я бы бежал, например, и вон он мог бы даже не знаю, сыграть как-то так, укрепить свою форму и вот просто тоже бежать или просто вытянуться разок. Можно разок вытянуться и потом так сыграть. Да, еще раз разок. Ну, или просто даже закрыться с угрозой примерно на две группы. Я не знаю, может это не так и хорошо, но это очень сложная борьба и здесь возможно черные могут что-то получить. Если так не играть, то или даже можно просто вот закрыться с самого начала здесь. Можно как-то сразу закрыться. Ну, или сыграть от Тари. Не знаю. Выглядит пассивно. Но локально вообще это Джесеке хорошо за... Ну, обычно оно хорошее за белых, поэтому черные в принципе так не играет. И сейчас найти ход, который бы все резко отремонтировал, тоже не очень просто. Ну, здесь вот он потерял сенты. И вот, когда я уже походил сюда, я думаю, белый хорошо. Если бы вместо вот этого странного Йоса... Это очень странный Йос. Это... Ну, можно посчитать просто сколько это очков. если... Ну, я точно отвечать как бы не буду, но это мое Йоса, то есть я потерял 3, 4, ну, 10 очков в Готе. 10 очков в Готе это лучше в Сан-Сан торгнуться. Всегда лучше в Сан-Сан торгнуться вместо этого. Здесь, конечно, есть нюансы маленькие. Насчет этой группы я сейчас покажу. Ну, вот, например, вот сейчас он мог вместо вот этого попробовать сыграть что-то дикое, вот какое-то такое. И я не уверен, что я могу жить там. Вот, например, вот так. То есть, ну, я, наверное, выживу, но просто это выглядит неприятно. Да, я могу выжить углом, поэтому я, наверное, так бы играл, но какие-то варианты там остаются. И вот это может сыграть какую-то шутку со мной плохую потом. То есть, вот эти двойные разрезания, именно сейчас, возможно, ничего не работает прямолинейно, но потом, возможно, что-то бы и работало. И вот это минус вот этого хода. Но я готов это потерпеть, учитывая то, что я получил лишний ход в усеке. И ему, если играть, даже не знаю, я бы на его месте играл здесь, и пробовал закрыть мешок. Ну, сейчас это выглядит как самая важная часть доски, учитывая то, что у меня там еще и группа. А вот вот это, ну, такое. Во-первых, очень тяжело выжить, во-вторых, даже если я закрою и похожу здесь, я получу те же самые очки. Это очень плохой, просто и локальный я бы все-таки вторгался в сан-сан, потому что это как бы сенте. Результат почти тот же, но сенте. Это важно. Это часть была бы намного важнее, если бы, например, вот эта группа была бы не жива. И тогда я понимаю резон. А так я не очень понимаю резон этого вторжения. И я думаю, что он ошибся здесь. Ну, во-первых, он может играть вот так. То есть, если он просто закрывается, например, вот так, это не работает, потому что я хожу сюда. И, собственно говоря, вот оно ко. Нельзя ничего сделать. Ко. Да. Закрыться тоже нельзя. Я поставлю. Если он закроется, будет дальше ко. Я сыграю вот так. И вот этот ход не сенте, он не сможет получить какой-то там длинный ко. И получится, что это просто прямое ко. Поэтому это все ко. Но вот так он может тоже построить как бы ко. Но это по-другому уже ко. Это ко, на котором я теряю очки. Я, конечно, его, может быть, не буду играть сейчас. Но здесь резко меняется. Проблема в том, что я теряю около 15 очков. Я теряю весь угол, который был моим. Еще у меня форма сыпется. то есть, это намного выгоднее ко за черных. Поэтому это ко получше. Я думаю, он должен был так играть. Ну, а вот это просто ужас. Вот это, что получилось в партии, он, ну, тут здесь тоже ко, но ладно бы, если бы он сейчас играл это ко. На самом деле, я его выиграть не могу. Ну, то есть, он, например, может играть, не знаю, как тут ко лучше сыграть. даже не знаю. Так. Ну, как-то так. Допустим, вот ко. И вот сейчас он может, например, сыграть какую-то кугрозу. Это очень похоже на кугрозу. На самом деле, еще даже не просто ответить на эту кугрозу. Ну, он как-то так может играть. И, скорее всего, было бы что-то такое. То есть, я бы отдал бы там все, чтобы укрепить свою форму в сенте и дальше играть. И я думаю, это было бы вполне честно. Но сейчас он начал увеличивать. Вот сейчас вот этим вторым камнем он минус увеличивает. И сейчас уже код даже, возможно, меньше, чем реально та отдача, которую он здесь делает. Стоп. Так. Вот. То есть, сейчас, на самом деле, если я получу вот эту черепашку, мне уже код даже не так и важно. Поэтому это мне вполне устраивало. Я просто, конечно, нашел вариант, что он на самом деле и не живет. То есть, он отдал черепашку и все равно не умудрился умереть. Но выглядит это так себе. Ну, а здесь я думал играть вот так. А, стоп. Вот так. И на этот ход я думал блокировать. Это последний интересный момент в этой партии. Но и вот здесь как бы хочется блокировать тоже. Но на этот ход я не знал как ответить. Реально выглядит все, что... Ну, то есть, хочется как бы закрыться, но закроешься вроде бы у смерти. Ну, это все не смерть, это, скорее всего, в конце концов секи получится. Ну, или, может даже смерть, не уверен. Поэтому, но вот этот ход 3 мне очень понравился. Я его с самого начала не видел, и я думаю, здесь тоже, кстати, не все так гладко. Возможно, есть какие-то нюансы, не знаю. Сейчас надо подумать. Ну, вроде бы нет, вроде бы все живет. Очень хорошая эта судзи. То есть, я думаю, по этой партии уже все. он пропустил момент, он почему-то вторгнулся и умер. Даже если бы он не умер, все равно, я думаю, это было неправильно. Ему надо было как-то реализовать вот этот мешок. Потому что, а, еще я хотел здесь в какой-то момент походить, потому что даже если там нет двойного разрезания, ну, то есть, оно там есть, но оно напрямую не работает, но любой ход, он сделает так, чтобы оно работало. Например, ход в район F8 будет центр за черных. И таким образом, он уже закрыт с трех сторон. Это почти как сторона. То есть, еще бы он походил какой-то ход в центре, и это уже была бы территория. Поэтому вот это вторжение было абсолютно неверным. И в тактическом плане и в исполнении было очень плохим. Поэтому удалось легко выиграть. Ладно, спасибо за то, что смотрели. Жду вас на следующих обзорах на канале Baduk1. Также я раз в неделю точно делаю стрим на канале Twitch, но он англоязычный, на любителя. Жду вас там и жду вас на следующих разборах своих на Baduk1. И вообще смотрите видео на канале Baduk1. Спасибо за внимание и до встречи.